К отмененному Женевскому автосалону марка Renault готовила концептуальный кроссовер Morphos. Его можно считать предвестником будущего семейства электромобилей. Сам концепт вышел крайне неординарным. Его кузов может трансформироваться, меняя длину. Правда, для этого придется посетить специальную станцию. В режиме City машина представляет собой компактный городской паркетник, а в шоссейном исполнении Travel становится большим вместительным дредноутом. Как это происходит, Renault толком не объясняет. Но известно, что позади передних стоек кузова есть 20-сантиметровая вставка. Выезжая наружу или прячешься обратно, она растягивает или уменьшает колесную базу. Образовавшееся пространство используется для дополнительной тяговой батареи. Кроме того, крышка багажника меняется на деталь другой формы, которая позволяет нарастить объем багажника. Выдвижная облицовка увеличивает отсек спереди. В результате трансформации общая длина машины разом возрастает на 40 сантиметров. В зависимости от режима, вдобавок меняется отдача единственного электромотора, а также пробег на одной зарядке. Среди других особенностей шоу-кара – автопилот третьего уровня, поворотное кресло переднего пассажира, открывающиеся против хода задние двери, плюс выдвигающаяся панель приборов. Все эти спецэффекты понадобились, чтобы показать возможности грядущей электрической платформы альянса Renault-Nissan. То есть концепт Morphos демонстрирует, что новая архитектура позволит строить электромобили самых разных форматов. Судя по имеющейся информации, новинки Renault и Nissan без двигателей внутреннего сгорания пойдут в серию буквально через несколько месяцев. Но сам Morphos до конвейера, разумеется, не доберется. Субтитры создавал DimaTorzok